Теперь мы перейдем к эластичности в предложении. Здесь, в принципе, мы можем анализировать таким же образом, единственное, мы помним, что предложение – это характеристика производства, поэтому у нас факторы эластичности, влияющие будут те, которые влияют на объем предложения. Итак, коэффициент. Переписываем формулу. И запишем определение. Коэффициент эластичности предложения по цене. Коэффициент эластичности предложения по цене. Показываем. На сколько процентов изменится объем предложения? На сколько процентов изменится объем предложения? При изменении цены на 1%. При изменении цены на 1%. Так же, как для кривых спроса, для кривых предложений, коэффициент эластичности характеризует угол наклона. Поэтому, пожалуйста, зафиксируйте себе рисунок, и мы с вами отметим, какие коэффициенты, значения коэффициентов эластичности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, здесь также как и для спроса. Существует два предельных случая. Посмотрите, С4 это абсолютно эластичное предложение, коэффициент равен бесконечности. Коэффициент эластичности предложения равен бесконечности. Называется абсолютно эластичное предложение. С4 горизонтальная прямая. Второй предельный случай, когда коэффициент равен нулю, вот изменение к С нулевому, то есть изменение при любой цене, это абсолютно не эластичное предложение. Коэффициент равен нулю. С1 абсолютно не эластичное предложение. Коэффициент равен нулю. Далее, С2 это не эластичное предложение. Коэффициент равен нулю. Коэффициент меньше единиц. С2 не эластичное предложение. Коэффициент меньше единиц. С2 не эластичное предложение. Коэффициент меньше единиц. С3 это эластичное предложение. Коэффициент больше единиц. С3 эластичное предложение. Коэффициент больше единиц. Смотрите, пожалуйста, что значит эластичное предложение или не эластичное. То есть при изменении цены количество товаров, которые готовы продать фирму, изменяется либо больше, чем цена, то есть быстрее, либо меньше. То есть если это не эластичность, то просто оно изменяется меньше, чем цена. Если эластичное, то больше, чем цена. От чего зависит, как быстро могут фирмы изменить количество предложенного товара? Фирмы, которые производят товар, от чего зависит? Нет, они реагируют на цену, безусловно. Но от чего зависит, скажем так, физически, от чего зависит, как быстро могут фирмы изменить количество предложенного товара? От мощностей, которые у них были, допустим, резервные мощности. От того, есть ли у них на складе, да? Но это, так сказать, первая реакция, да? А вообще, если, допустим, цена устойчива достаточно измениться, и видно, что цена, допустим, будет расти, потому что, ну, например, растет спрос. Да, давай, давай. То что еще будет важно? Ну, во-первых, давайте я вам расскажу, что, как я вам говорила... ...как я вам говорила, она уже остановилась на рынке, да? То есть здесь мы, так сказать, рассматриваем ситуацию, в которой цена устанавливалась на рынке. Смотрите. Итак, я вам говорила, что предложение подчиняется закону производства. Вот, очень важно, какой мы рассматриваем, так чтобы рассмотреть эластичность предложения, очень важно, какой мы рассматриваем период. Ну, например, какое-то небольшое производство, и на товар этой фирмы начал возрос спрос. Ну, как, допустим, так неожиданно, как я вам рассказывала, вот, сон, да, то есть, правильно, короломировали, что это очень полезный товар. Что можно сделать в первый момент? Вот, сегодня мы узнаем о том, что спрос на наш товар возрос. Да, вот, посмотрите, мы сегодня сделать, можно собрать совещание, порадоваться этому обстоятельству и поднять цену совершенно неправедливо. Вот этот период, когда мы ничего не можем изменить, а мы должны воспользоваться этой ситуацией, да, если у нас возрос спрос, мы должны воспользоваться каким образом? Мы должны поднять цену, ну, мы, как видели, из-за эластичности спроса, мы не всегда можем сильно ее поднять, да. И, а дальше мы должны пользоваться этой ситуацией каким образом? Мы должны увеличивать количество продаваемой продукции, да, поскольку у нас, так сказать, благоприятная ситуация на рынке. Соответственно, мы в первый момент, этот момент или этот период называется мгновенный период, когда мы ничего, кроме цены, изменить не можем. Мы не можем тут же нанять дополнительных работников, мы не можем закупить сырье, мы не можем установить новое оборудование, чтобы увеличить объем производительного продукта, да. То есть, вот этот период называется мгновенный. Давайте запишем. Значит, первый период – это мгновенный период. Когда фирма не может изменить объемы выпускаемой продукции, фирма не может изменить объемы выпускаемой продукции. Ну, может заменить сырье. Дальше нам необходимо предпринимать какие-то шаги, чтобы уже пользоваться сложившейся ситуацией. И мы можем договориться либо нанять новых рабочих, либо договориться о дополнительном времени работы уже имеющемся, да, и договориться с поставщиком о поставке материала, то есть каким-то образом увеличить выпуск продукции на имеющемся оборудовании. Вот этот период, когда мы можем что-то изменить, называется краткосрочный период. Краткосрочный период, когда фирма может незначительно повысить объем выпускаемой продукции, используя имеющийся оборудование. Или основной капотал. Мы будем с вами еще возвращаться очень подробно к этим периодам, когда будем рассматривать теорию производства. Но просто нужно понимать с точки зрения как раз того, что мы можем продать на рынке. И третий период, когда мы видим, что спрос на нашу продукцию устойчиво растет, цена устойчиво высока, мы можем запланировать расширение нашего производства. Для того, чтобы увеличить QS, нам необходимо закупить новое оборудование, может быть построить новый цех или арендовать еще часть помещений и так далее. А то время, которое необходимо для расширения производства или для модернизации производства, называется долгосрочный период. Долгосрочный период. Или еще пишу долгий период. Долгосрочный период. В течение которого фирма может значительно увеличить объем предложения. За счет расширения масштабов производства. Ну и также факторы, которые... Что получается, что в зависимости от того, какой мы рассматриваем период, эластичность предложения по цене будет разной. В мгновенном периоде эластичность практически нулевая, потому что невозможно изменить объем производства. В краткосрочном периоде она повышается. И самое эластичное предложение в долгосрочном периоде. То есть, самое низкое новое в мгновенном периоде. Дальше в краткосрочном эластичность повышается. Мы можем несколько повысить. И в долгосрочном периоде самое эластичное предложение. Ну и безусловно, еще факторами, влияющими на эластичность, будет, например, такой фактор, как легко или сложно перейти на производство данного товара. То есть, если благоприятные на рынке для этого товара инвентура складываются, то фирмы из смежных отраслей, да, они, в общем-то, будут стараться производить данный товар. Если перейти к производству данного товара достаточно легко, то есть, издержки на этот переход будут невысоки, тогда КОЭС будет значительно быстро менять. Если необходимы высокие издержки, там, инвестиции большие, да, а, безусловно, что эти издержки будут сравниваться с доходом от продажи на этого товара, да. Соответственно, если будут высокие издержки на переход производства данного товара, то эластичность будет низкая. Ну, таким образом, мы эту тему закончили. Субтитры сделал DimaTorzok